Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Настал сезон яблочных пирогов. Многие хозяйки пекут шарлотку. А я вам хочу предложить рецепт немецкого яблочного пирога. Яблочный кухон. Печется он очень просто и получается необыкновенно вкусным. Приступаем! Я взяла сегодня тазик, потому что пирог будет большой. Все должно в него вместиться. 400 грамм сметаны понадобится для пирога. Сметана может быть любой жирности, но, если честно, вкуснее будет, если сметана будет пожирнее. У меня 24% сметана. В сметану отправляем разрыхлитель. На этот объем сметаны нужно 2 пакетика по 15 грамм разрыхлителя. Одного будет недостаточно, так как тесто будет с яблоками, оно будет тяжелое, и 15 грамм не поднимут это тесто. Размешаю разрыхлитель со сметаной. Ни для кого не секрет, что в разрыхлителе есть сода. А сметана кислая. Нужно, чтобы сода погасилась. И нужно, чтобы немножечко сметана запузырилась. Далее нужно взять 3 яйца. Разобью их в эту же чашку из-под сметаны и взболтаю. Вводим сметану яйца. Хорошенько перемешиваю. Добавляю пол чайной ложки соли. 350 грамм сахара. Сахара я взяла именно столько, потому что у меня кислые яблоки. Если у вас яблоки не сильно кислые, можно меньше взять сахара. Но с кислыми яблоками пирог получается вкуснее. Далее вливаю 100 грамм растопленного сливочного масла. Оно уже комнатной температуры. То есть я растопила и остудила. Горячее масло вливать не нужно. Хорошенько все перемешиваем. У меня отвешено 550 грамм муки. Муки может уйти 500 грамм, может 550, может 600. Все зависит от вашей муки. Нужно смотреть по консистенции теста. Поэтому сразу всю муку не отправляем. Вводим ее в тесто постепенно. Вторую часть муки добавляю. Тесто не должно быть жидким, но и сильно плотным тоже не должно быть. Иначе тогда кухон будет твердый, не будет пышным. Ну, наверное, я всю муку отправлю. Да, вот такое тесто должно получиться. Вот оно и не жидкое, но и не очень густое. И теперь нужно добавить порезанные кусочками яблоки. Я предварительно, чтобы не отнимать ваше время, очистила яблоки. Порезала их на кусочки. Они у меня слегка потемнели, несмотря на то, что я их сбрызнула лимонным соком. Ну, уже такое случается, никуда не денешься. Здесь 4 крупных яблока. Если у вас яблоки мелкие, возьмите 5 или 6. Отправляем кусочки в тесто и хорошенько перемешиваем. На самом деле кухон может быть не только с яблоками. И с ягодой, может быть, и с клубникой, и со сливой. Кухон – это пирог. Тесто готово. Теперь нам нужно приготовить крошку, масляную крошку, которой мы будем сверху засыпать наш кухон. Для этого мне нужно взять 200 грамм муки, 50 грамм сахара и 100 грамм растопленного сливочного масла, тоже остуженного. И все это размешать. Это одна порция будет крошки. Если вы хотите больше слой сделать, ну вот у вас, допустим, широкий противень, и вам надо больше, чтобы было крошки, ну тогда возьмите двойную порцию. У меня противень будет не широкий, мне достаточно будет этой крошки. Все, этой крошкой будем посыпать кухон сверху. Далее включим нагреваться плиту. Плиту нужно выставить на 180-190 градусов. Противень нужно выстелить пергаментом или бумагой для выпечки. В принципе, я знаю, что многие хозяйки не смазывают маслом бумагу для выпечки, но я вот такая перестраховщица, я всегда смазываю. Очень боюсь, что прилипнет. Перекладываем тесто в противень. Равномерно распределяю тесто в форме, в противне моем. И теперь сверху посыпаем крошкой. Стараться нужно распределить крошку по всей поверхности пирога. Вот такая красота у нас получилась. Отправляем форму в духовку на 45-50 минут. Минут через 40 надо проверить все-таки, посмотреть. Возможно, будет готов. Если же вы будете выпекать на противне от плиты, это такой вот широкий противень, то высота кухона будет меньше, чем у меня. И, соответственно, он быстрее пропечется. Все, отправляю в духовку. Встретимся через 45 минут. Прошло 50 минут. Я достала кухон из духовки, дала ему остыть. Видите, я уже в руки могу взять. И сейчас мы отрежем кусочек, посмотрим, что у нас получилось. Посмотрите, друзья, какая красота! Какой пышный пирог! Яблочки внутри. Их практически не видно. Они как будто бы растворились в тесте. Ароматно, вкусно. Приготовьте! Обязательно вам понравится. Я в этом уверена. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Я всем очень рада. Подписывайтесь на мой второй канал. Мама Леся видеодневник. Там тоже много всего интересного и забавного. Я желаю всем счастья, здоровья. До встречи на моих каналах. До встречи на моих каналах.